Здравствуйте! Юбилей прошел незамеченным. Я имею в виду 120-летие писателя Владимира Зазубрина, которое случилось в 2015 году. Никаких особенных торжеств по этому поводу не было, а имя писателя Зазубрина и его произведения очень мало известны современному читателю. А между тем Владимир Зазубрин – автор первого в советской России романа. Кстати, судьба писателя была тесно связана с нашим городом – Новониколаевском, Новосибирском. Целых шесть лет он руководил здесь журналом «Сибирские огни». «Два мира». «Два мира» – так называется первый и самый важный роман Зазубрина. Тот самый первый советский роман, написанный в 1921 году. В основе сюжета – история молодого человека, выпускника военного училища. Он мобилизован на гражданскую войну, сражаться с большевиками. В общем-то, это судьба самого Зазубрина. Но в романе судьба этого юноши как бы растворяется на фоне грандиозных, страшных событий гражданской войны. Вы, конечно, можете мне возразить, ну и что? Да, в советское время роман был популярен, и автор его был популярен. Да, романом восхищались Горький, Булгаков, Платонов. Да что уж! Роман прочел сам Ленин и даже назвал его хорошей, важной, нужной книгой, и при этом страшной книгой. Но это все в прошлом. Зачем же современному читателю брать в руки эту книгу? Пожалуй, на этот вопрос лучше всего ответит сам текст романа. Вот небольшой фрагмент из него. Это прощальная, напутственная речь профессора, выпускникам военного училища, которые уходят на гражданскую войну, по сути, на верную смерть. Милые дети, говорит профессор, из войны ничего, кроме войны, родиться не может. Перед нами развертывается картина всеобщего, массового безумия. Все народы в мире боятся опасности, угрожающей от других народов, и вооружаются друг перед другом, готовятся к новым войнам, боясь войны, подготовляют почву для нее. В конце концов, душа не выдерживает этих противоречий. Согласитесь, уж очень похоже на наше время, когда целые государства охвачены то гражданскими войнами, то цветными революциями, какой-то вселенской истерией. Ну точно, как у Зазубрина. Боясь войны, мы ее же и подготавливаем. Интересно, что еще в середине 19 века историки провели удивительное исследование. Они выяснили, что за всю историю человечества в среднем на один год мирной жизни приходится 13 лет войны. Выходит, что мы с вами живем в обществе войн и конфликтов. Но должен же быть у нас выбор – жить в мире или воевать? И именно об этом выборе роман Владимира Зазубрина. Почему автор назвал свой роман «Два мира»? С одной стороны, два мира – это царская и советская Россия. Это противостояние белых и красных, колчаковцев и большевиков. Это все так. Но ведь у романа Зазубрина есть и другое, общечеловеческое измерение. И в этом измерении два мира – это два пути, два выбора. Путь мира и путь смерти, путь войны. Скажу прямо, я не рекомендую читать роман Зазубрина детям. Почему? Слишком много сцен, казней, насилия, убийств, унижения. Кому посоветовать это нелегкое чтение? Тем, кто любит историю. Тем, кто умеет или хочет научиться получать удовольствие от серьезного, вдумчивого чтения. Но в первую очередь, эту книгу не мешало бы прочитать политикам и военным. Вряд ли книгу Зазубрины вы найдете в книжных магазинах, а в интернете есть только сокращенная версия романа. Полный текст можно найти, пожалуй, только в библиотеках. Поэтому приходите за книгами в библиотеки, и пусть ориентиром вам служит наша литературная траектория. Продолжение следует...